Дмитрий Валерьевич, сегодня мы обсуждаем заявление Олега Дерипаски. В частности, на Красноярском экономическом форуме он заявил, что надо бы подсократить и чиновничий аппарат, и аппарат силовой. Это уже не первое его такое заявление. На моей памяти в 2021 году он что-то подобное уже говорил. У меня вопрос. Для кого это говорится с учетом того, что все-таки данный предприниматель, или как в народе принято называть олигарх, все-таки приближенный к власти? Я бы все-таки разделил. Первое. Красноярский экономический форум – это базовый форум для группы «Русал», потому что именно там они базируются. И оттуда идет слава этого предприятия, не только предприятия, но и группы компаний, которые принадлежат не только Олегу Дерипаске, потому что это все-таки вертикально интегрированный холдинг и с огромным количеством акционеров, напомню, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов. Более того, скажу, что Соединенные Штаты в этом году сделали великолепный подарок Китаю, бросив такую кость, введя заградительную пошлину на российский алюминий. Почему важны вот это, как говорится, подводки и ремарки? И вторая ремарка. Говорить о том, что сейчас Дерипаска – это человек, который вхож, если бы ранее он был близок к группе, скажем так, первого президента России, а именно Бориса Николаевича Ельцина, то, если говорить о Владимире Путине, это отношения все-таки более дистантные. Поэтому это тоже надо подразумевать. Все-таки в самом ближнем круге там тоже есть металлурги, но другого класса. И третье. Абсолютно верно было замечено, что заявление подобного толка и о сокращении чиновников и силового аппарата Олег Дерипаска делает уже не первый год и даже не 22-й год. Это, на моей памяти, наверное, лет 5-7. Это точно подобного рода, практически без изменений происходит подобного рода заявление. А теперь уже, собственно говоря, почему эти важны были подводки, ответ на вопрос, для какого круга. Круг этот, конечно, относится к первому лицу государства, к российскому государству, то бишь Владимиру Путину, но и к господину Мишустину и господину Егорову. И, естественно, к силовому ведомству. Потому что та ситуация, в которой находится российский бюджет, а именно то, что потери его исчисляются уже 2,6 триллиона за первые два месяца. Напомню, до этого были планы, скажем так, иметь дефицит бюджета в районе 3,5 триллионов рублей. Я на тот момент, рассчитывая наши модели с нашей группой, я говорил о том, что шансов на это практически нулевой. То есть, реальной цифрой, может быть, конец года это было 6 триллионов. Исходя из вот этих первых двух месяцев, я уже пересчитал модель и могу сказать, что хорошо, если наши власти удержатся в балансе между 8 и 11 триллионами. Почему? Это куда более тревожная история, потому что даже 6 триллионов не было тревожной для меня и для промышленников в том числе. Потому что это уже цифры, которые выходят за рамки того, что мы можем легко покрыть. И я ввел такой полутермин, что был такой фильм «Холодное лето 53-го», нас ожидает «Горячее лето 23-го». Следующая рэперная точка, когда я буду пересматривать модель расчетную, это будет первая-вторая декада июня. Потому что именно к этому моменту проявят наши финансовые власти, если их можно так назвать, методологию, как они будут компенсировать тот дефицит, о котором мы говорили чуть ниже. Поэтому заявление одной из ветвей металлургического направления Российской Федерации понятно. Потому что это все-таки цветная металлургия. Могу сказать, что если черная металлургия, то она чувствует себя похуже. Заявления понятны, но, конечно, реакции на это нет, не было и не будет. У меня мало иллюзий на предмет того, что кто-то вдруг хлопнет себя рукой по лбу и скажет, что же мы творим, что же у нас такое количество действительно всяких псевдоконтролирующих, псевдосоздающих законы. До всяких органов, комитетов и подкомитетов. Для кого, понятно, идея хорошая, но нереализуемая. С точки зрения экономики, безусловно, логика такого заявления ясна. Скинуть лишнее бремя в лице вот этих бюджетников и вот этого такого казенного финансирования на такой большой силовой блок. Но, тем не менее, Олег Дерипаско, я думаю, вы со мной согласитесь, он не может не понимать, что все им перечисленное это то, на чем держится в целом система. Да, феодальная система управления держится искренно. Она и является, то бишь, это базис этой системы. Вы правы. Абсолютно. И он тоже не может не понимать, что если сейчас поступит, как он и просит, то эта система может свернуться и превратиться в какую-то другую, трансформироваться. По большому счету, она и должна была бы для пользы граждан России, для страны. Вообще, конечно, тот чиновничий навес, который мы с вами обладаем и который узурпирует в себе регулярно фразу про государство, подменяя собой и государственные интересы, и подменяя собой и патриотизм, и подменяя любой собой, чиновник подменяет собой любую информационную повестку. И вообще, смыслы как таковые, он присваивает себе исключительно звание и русскости, и патриота, и государственности. Система все равно придет к собственному коллапсу. Другое дело, что понятно, что Олег Дерипаска идет ва-банк, потому что, как я сказал, о том подарке, который сделал Российская, вернее, Соединенные Штаты Китаю, это, в общем, серьезный удар по отрасли. Все-таки, если мы возьмем группу Русал и группу ЕН+, в которой, а это и крупный агрокластер, это крупный образовательный центр, это и медицинский кластер, и, соответственно, кластеры туристические, то и энергетические, чего уж там надо тоже комплекс включать. Это порядка 100 тысяч человек, а значит, что суммарно эти предприятия задействуют, ну, как минимум, порядка там от миллиона до полутора тысяч человек, причем в самых, надо сказать, труднодоступных регионах. Он идет ва-банк, но система, конечно, будет поступать по-своему, потому что для нее как раз это не просто болезненно, а это вопрос выживания, как она будет сокращать сама себя. Дмитрий Валерьевич, я понимаю, что этот вопрос, наверное, не совсем по адресу, но, тем не менее, свое мнение вы, наверное, можете высказать. А среди тех, кого Дерипаска собирается сокращать, сейчас есть понимание, как дальше двигаться, в каком экономическом направлении? Они понимают, откуда они будут брать деньги в ближайший год, два, три? Ну, поскольку, в общем-то, общаемся мы с ним приблизительно в одних кругах с точки зрения чиновничьей вертикали, я могу сказать, что самое сложное для бюрократа это понимание того, что, конечно, он неэффективен. Я могу сказать, что такое присутствует в чиновничьих кабинетах даже с самого высокого уровня. Даже министры многие понимают, что, в общем, их министерство нафиг не нужно. Но это вот как фраза Шарикова, если бы мы сюда могли бы его подверстать, а где я столоваться буду? Ведь та вот эта бюрократическая феодальность, которую мы с вами имеем, она имеет... То есть, по большому счету, многие люди, которые работают в чиновничьих кабинетах, там есть огромное количество молодых людей. И могли бы они проявить свои таланты в свободных рыночных отношениях? Да, конечно, могли. Другое дело, что они прекрасно понимают, что такое работа на себя или работа в какой-то корпорации. Это все-таки работа конкурентная. Здесь огромное количество неизвестностей. Когда ты встраиваешься в министерскую, государственную структуру, то там, в общем, количество неизвестностей становится меньше. Понятно, как ты будешь продвигаться по службе, понятно, в общем, перед кем прогибаться, кого гнобить. Да, другие правила игры, по большому счету. Другие правила игры, да. А все-таки система предпринимательская, это система неизвестности. Поэтому я могу сказать, что в этих кабинетах понимание есть, но они делают прагматичный выбор. Человек вообще существо, которое вряд ли, наверное, готово сильно идти против течения. Она же не на ней, он же не на ней арест идет. Он идет для того, чтобы решать свои какие-то базовые проблемы. А встроиться как раз и стать условным министром куда более выгодно, чем стать предпринимателем. Мы можем, с одной стороны, понимать, каким образом будет решаться проблема нехватки денег в бюджете. Ну, у нас это распространенная история. Мы с вами за кадром немножко это обсудили, да. Да, нет, у нас есть распространенное в этом отношении решение проблем со стороны правительства. Это просто изымание денежной массы у населения повышением налогов, ЖКХ и прочее. Не налоговых, обычных платежей каких-нибудь, которые не называются налогами. Вот в очередной раз приходишь в воду, например, газированную пробивать на кассу, а раз она оказывается, теперь пробивается как алкоголь. То есть там надо еще верхнюю марочку пробить обязательно. Хорошие, как говорится, стоять у воды да не напиться, да чиновник никогда этого не сделает. Даже в этой концепции наверняка у них есть понимание, а может быть его и нет, но я все-таки предполагаю, что где-то оно в закромах осталось. Я имею в виду, что может быть они понимают, что в один прекрасный момент придется... Конечно? Нет, придется умерить и свои аппетиты. Или не так. То есть кормушка сужается и придется кого-то внутри уже самой этой системы бюджетной скидывать как баланс. Вот внутри системы они готовы к внутрикорпоративным разборкам. Они готовы сначала жрать всех, кто на вольных хлебах, ну неважно это средний, крупный или малый бизнес и соответственно там какая-то вольная, в том числе вольные СМИ и так далее. Но они в целом, если вы посмотрите даже вот взаимоотношения чиновника со СМИ, почему они ограничили какие-то внешние контакты? Потому что они не боятся условно свободного общества. Они боятся, что та информация, которая например появится в свободных независимых СМИ, будет использована как раз их корпоративными противниками. То есть соседним министерством и ведомством. И поэтому они уже сейчас в общем-то роют как-то окопы в рамках этой будущей оборонной инициативы. Другое дело, что это еще не скоро произойдет. Им пока еще есть чего жрать. Им есть жрать возможность вот крупный бизнес, средний бизнес. Ну вот эти там 350 миллиардов, которые попросту говоря взяли и стрясли. Ну теперь это будет регулярный как-то неналоговый сбор. Хорошо, по крайней мере пока не сажают еще в советы директоров, потому что это следующая итерация орденоносцев, которые у нас люди заслуженные. Ну вот у нас такое, я не исключаю, что это следующая итерация. Если немного тем не менее заглянуть в будущее, чем такая, назовем ее так, внутрибюджетная борьба может обернуться в политическом смысле? В политическом смысле это будет политический кризис. Я думаю, что мы с вами его увидим, потому что, ну вот немножко за кадром мы просто раскроем и обсуждали, насколько можно вот этот, насколько можно еще долго дерибанить даже в том контексте, который вот достаточно, абсолютно хищнический, который есть. Ну по полтора года совершенно спокойно они смогут этот дерибан осуществлять просто на раз-два при той конъюнктуре цен, при тех потерях, при тех санкциях, которые есть. Потому что санкции нанесли ущерб бюджету приблизительно процентов на 25. Это любой экономист или специалист в нефтегазовой отрасли скажет, что, в общем, удар есть, но он не фатальный. Поэтому при том объеме, который они могут еще полтора года, абсолютно спокойно, хищнически, триллионами налево-направо хреначить, в общем, и увеличивать количество министерств, ведомств, рассказывать, соответственно, про псевдопатриотизм, государственности и же с ним. Дмитрий Валерьевич, несмотря на то, что я знаю вашу точку зрения по моему следующему вопросу, но тем не менее он у меня дежурный, я его не могу не задать во всей конфигурации. Где общество? Когда его терпение может лопнуть? Отношение у меня к российскому обществу достаточно жесткое, потому что я считаю, что, ну, я это даже вижу, скажем так, по поддержке вашего канала, потому что мы с вами взаимодействуем уже, я думаю, что существенно больше пяти лет, и я вижу там объем комментариев, объем людей, которых вы приглашаете, и в том числе я вижу, что, в общем, поддержка, ну, то есть, если бы вы снимали голые задницы, вы бы имели куда больше успеха, этого не происходит. По сути мы это делаем в социальном плане, мы показываем... Да, вы показываете голые задницы наших чиновников, абсолютно верно. Вот, поэтому к обществу я отношусь как к атомарному, я не вижу, оно мало сконцентрировано. Все-таки я считаю, что следующая итерация, это будет, как я это называю, протодемократия, то бишь, это будет внутриэлитный раскол, который, ну, может сопровождаться, подчеркиваю, может сопровождаться некоторыми волнениями на улице, но они не будут являться знаковыми. Дмитрий Валерьевич, возвращаясь к Дерипаске, можно ли сказать, что человек все-таки выражает не свое мнение, а коллективное людей его пула? В том числе, да, потому что, ну, я поскольку знаю несколько людей... Просто он как говорящая голова в этом? Ну, не то, что как говорящая голова, просто как самый активный. Подобного рода заявляли и люди на Петербургском экономическом форуме, на котором я был, об этом говорил и Лисин, и об этом говорил и Мордашов, то бишь, много кто об этом говорили. Просто они, ну, например, Мордашов на Петербургском экономическом форуме, на котором я был, у него было очень жесткое достаточно выступление, поэтому там можно найти, о чем говорит весь список Forbes. Ну, как они же тоже тут у нас их называют олигархами, а я немножко хочу всем напомнить, что, к сожалению или к счастью, вот этого царствования там тоже нет. Там есть советы директоров, там огромное количество... Это народное название. Это проще для восприятия внутреннего, что ты вот обознал его олигархом и все. Просто многие решения, если вы даже посмотрите во внутрикорпоративных структурах, они не в состоянии даже у себя в структурах провести. Там нету такого, я сказал, вы сделали. Это все-таки очень сложная административка. Он высказывает в том числе мнение крупных финансово-промышленных групп, на которых и держится Россия. Опять-таки, заглядывая в будущее, можно ли представить ситуацию, что в один прекрасный день вот эти все люди, которые сейчас заявляют, Дерипаска, Мордашов и прочее, они прям активно включатся в политику? Нет, они уже получили в свое время пенделя из политики очень сильный. Но время-то поменялось. Время-то поменялось, но как это, поскольку к ним обращаются только исключительно, когда нужно провести выборы. И они прекрасно знают, как работает выборная система. И маловероятно, что, ну я, по крайней мере, не видел ни у кого из них желания поиграться в какую-то альтернативную политику. Потому что, если бы у них было такое желание, ну, у них было бы, там, ну, не один, там, потому что каждому из этих групп приписывают какого-то, там, одного, там, максимум, там, двух депутатов, которые, там, либо братья, сыновья, там, или еще какие-то. Но это все мелочь, потому что из 450, если мы посмотрим, там, группы, суммарно мы наберем, ну, от сил, там, 20-30 человек, которые имеют отношение к финансово-промышленным группам. Это не объем. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое. Я напоминаю нашим дорогим зрителям, что на сей раз мы были в гостях у предпринимателя и экономиста Дмитрия Валерьевича Потапенко. Не забывайте подписываться, обязательно писать комментарии и распространять наши материалы. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!